Жители Донецкой Народной Республики давно интересуют вопрос, чем ежедневно занимаются народные избранники. Съёмочная группа телеканала Новороссия ТВ провела один день заместителем председателя Комитета Народного Совета ДНР по обороне и безопасности, депутатом от фракции «Свободный Донбасс» Дмитрием Перепёлкиным. Чтобы выяснить, какие задачи стоят перед парламентарием и с какими трудностями приходится сталкиваться, совершенствуя законодательную базу, помогая гражданам решить их насущные вопросы и проделывая другую повседневную работу. На самом деле день расписан с утра и до позднего вечера, потому что, во-первых, мы ведём приём населения на приёмные депутаты, после этого идёт работа с теми поручениями, которые нам дают те же избиратели, решение их вопросов. Это тоже отнимает много времени. Работа депутата не так проста, как может показаться на первый взгляд. Будучи народным избранником, стоит всецело посвящать себя решению проблем своих избирателей. Зачастую депутатам приходится не только работать с утра и до позднего вечера, но и вовсе отказаться от выходных, решая поставленные задачи. Приёмная открыта два дня в неделю, это понедельник и среда. Мы работаем с 10 до 3, в то время, когда людям удобнее подойти по решению этих вопросов. Скажем так, в день у нас получается порядка 5-6 обращений. За последние годы стало людей немножечко меньше, потому что исполком стал лучше работать на самом деле. Поэтому к нам уже приходят в таких крайних случаях, когда надо решить проблему, и другими путями они никак её решить не могут. Мы находимся в Куйбышевском районе, и в основном это восстановление жилья, разрушение, это коммунальные вопросы по оплатам, по трудоустройству. Кроме того, депутату поступает обращение, адресованное специально мониторинговой миссией ОБСЕ. Содержанием одного из таких писем с нами поделился Дмитрий Перепёлкин. Сейчас вот обратились жители посёлка Октябрьский по поводу того, что не превращаются обстрелы со стороны Украины, их территорий, домов, там, где они проживают. И инициативная группа выступила с письмом на миссию ОБСЕ о том, что они готовы предоставить даже жильё для того, чтобы разместить там именно наблюдателей, чтобы они воочию увидели, что происходит на нашей земле. И мы сегодня на комитете, я это письмо буду озвучивать. То есть, скорее всего, мы будем принимать решения и передавать это письмо ОБСЕ. В этот же день состоялась встреча с молодёжным крылом общественного движения «Свободный Донбасс». После чего депутат отправился на очередное заседание Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по обороне и безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы о внесении правок в законы о дактилоскопировании и службе в органах внутренних дел. «В пятницу очередная сессия Народного Совета и будет вынесено на голосование два закона. Это о дактилоскопировании и о службе в органах внутренних дел. Но это будут не сами законы, это правки к этим законам. Поэтому мы уже окончательно будем обсуждать эти правки к законам. Ну и текущая работа – обсуждение вопросов, писем, которые приходят от населения, граждан именно по вопросам безопасности». Кроме того, Дмитрий Перепёлкин оказывает помощь и всячески поддерживает детей республики. К примеру, для воспитанников Донецкой специальной Общевразовательной школы-интерната номер 29 он организовал поездку в конно-спортивный клуб «Татерсаль». «Решили сделать приятное детям, вывезти их на конно-спортивную базу «Татерсаль». Переговорили с руководством и покатали детей на лошадках. Они кормили лошадей, общались и провели очень много времени. После этого даже было небольшое представление для них организовали, учащиеся именно спортивной школой. Было такое мини-соревнование. Дети были очень в восторге. «Человек 30, мы заказывали автобус, даже больше 35, то есть нам еще командующий внутренними войсками помог. Он предоставил транспорт, поэтому мы возили деток именно на транспорте». Также депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Дмитрий Перепелкин посетил тренировку и побывал на матче одного из детских хоккейных клубов. «У нас их опять-таки несколько этих хоккейных клубов. Два ледовых дворца, «Алмаз» и «Лидер». И вот один из них, это лидер ледовая арена, как мы называем, он находится на текстильчике. И туда приходят именно детки с подострельных районов, потому что там территория такая, что им ближе туда ходить на тренировку. И один раз, когда меня пригласили на так называемые стыковочные игры, я заметил, что потенциал у детей-то большой, а возможностей как бы нет». Дмитрий Перепелкин отметил, что он неоднократно посещал этот хоккейный клуб. Оценив большой потенциал детей, их стремление к достижению новых целей, завоеванию еще больших побед, депутат поставил перед собой задачу найти спонсоров для ребят. «Без спонсоров сейчас невозможно развивать, особенно детский хоккей. То есть потенциал есть, а нужна форма, нужны клюшки, нужна защита. Это все стоит дорого. Родители выделить деньги не могут, но дети перспективные есть. И для этого, чтобы развивать именно детский хоккей, вот сейчас мы как бы и ведем переговоры. То есть у этого клуба скорее всего появится спонсор, и наши детки будут достойно тренироваться, и будут выездные игры. То есть это все стоит в планах». Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.